Фермеры против массового забоя свиней в связи с африканской чумой. Ассоциация крестьянских хозяйств направила письмо Владимиру Путину. Под документом подписались почти все региональные отделения. Утилизацию всего мяса под предлогом АЧС фермеры считают заговором против мелкого животноводства. Авторы обращения к президенту назвали эту меру предумышленной диверсией против крестьянских хозяйств. Кроме того, тотальный запрет на выращивание свиней нанесет роковой удар по российской деревне, пишут фермеры, но не избавит от проблемы, связанной с заболеванием скота. Крупные производители не смогут возместить те потери, которые ожидают отрасли в связи с массовым забоем. Нишу незамедлительно займет импортное мясо. Сегодня из-за рубежа в Россию вводится около миллиона тонн свинины в год. Это пятая часть его рынка. Объемы значительно вырастут. Вспышки африканской чумы зафиксированы в шести российских регионах. По последним данным, вирус пришел в Волгоградскую область и в Подмосковье. По данным Россельхознадзора, ситуация неблагоприятная, но предпринимаются все меры. Сильнее всего страдает Белгородщина, где идет массовый забой скота в подсобных хозяйствах. Государство скупает у фермеров свиней по 60 рублей за килограмм, что почти на 50% ниже средней закупочной цены на мясо. При этом дефицит и повышение цен не будет, обещают власти. А по словам жителей Белгорода, свинина на розничном рынке уже подорожала на 10-20 рублей. Крупных потерь ожидают и производители. Банки увеличат стоимость кредитов, а страховщики начнут повышать взносы. На мировом рынке цены на свинину в последние три месяца стабильно росли. С мая по июнь ее стоимость выросла на 10 пунктов. Впрочем, эксперты связывают это с сезонным фактором. Африканская чума свиней на торги никак не повлияла. В середине июля индексы на свинину падали, но сейчас вернулись к прежним значениям. Однако аналитики считают, чтобы к концу года достигнуть заявленных показателей в сегменте свиноводства, компаниям нужно увеличить производительность примерно на треть относительно первого полугодия.